Вопросы стратегически важные как для Кубани, так и развития бизнеса концерна на юге России. Один из них – газификация домов в Туапсинском районе. Сейчас здесь лишь 7% потребителей пользуются голубым топливом. В то же время это крупнейший транспортный узел региона, и его развитие напрямую зависит от газоснабжения. Мы порядка 500 миллионов уже вложили и будем вкладывать в этом году еще больше. «Газпром» тоже брал на себя обязательства более миллиарда рублей вложить. И надеюсь, что к Олимпиаде основную часть работы мы сделаем. В следующем, в 2015-2014 году мы выйдем в Туапсинский район. Это не только Туапсе, не только порт, достаточно второй по значимости и по объемам перевалки после Новороссийска, но и это огромный санаторно-курортный комплекс. На территорию Туапсе приезжает каждый год от 2 до 3 миллионов человек. Естественно, в летний сезон. Поэтому очень надеюсь, что мы совместно решим этот вопрос. Отдельная тема – реализация проекта «Южный поток». В районах края идут строительные работы. И сразу возникла проблема, связанная с дорогами. Большинство трасс разбиты, так как не рассчитаны на такое интенсивное движение тяжелой техники. Александр Ткачев просит руководство «Газпрома» рассмотреть вопрос содержания и ремонта дорог. И ваши пожелания по взаимодействию по дорогам мы, конечно, будем делать. И у нас есть, соответственно, ресурсы, о чем мы говорили. Предварительно мы готовы вкладывать в ремонт дорог. Понятно, что существующие дороги не выдерживают той нагрузки тяжелой техники, которая используется при строительстве. Хотя, хочу сказать, таких проектов у нас не реализуется нигде. Таких масштабных проектов, как в Краснодарском крае. Напрямую связан с «Южным потоком» и вопрос выделения краю дополнительных 5 миллиардов кубометров газа. Они необходимы и для развития курортов на побережье, и реализации федеральных программ по реконструкции портов Новороссийской «Тамани». Сегодня договорились, что «Газпром» включит необходимый край объема голубого топлива в свой инвестиционный план. Рассчитывают краевые власти на поддержку «Газпрома» в строительстве газопровода в Анапе. Пропускное способие, существующего практически исчерпано. Это проекты ближайшего будущего. И они будут реализованы, не сомневается руководство концерна. Ведь при поддержке администрации Краснодарского края уже идет строительство и газопровода «Джубга-Лазаревская-Сочи». Запущен проект «Голубой поток», а теперь еще и «Южный поток». Компания «Тамань-нефтегаз» тоже намерена реализовать на территории Кубани крупный проект – построить перегрузочный комплекс нефтепродуктов в порту «Тамань». Об этом во время встречи с Александром Ткачевым рассказал глава «Тамань-нефтегаза» Мишель Литвак. На сегодняшний момент мы уже построили в первую очередь 10,5 тонн углеводородов, которые сейчас будут увеличиваться до 20. Вот у нас уже идет реконструкция, это сейчас будет до 20 миллионов тонн. И мы уже начали работу по навалочным грузам. Это уголь, серая руда, где еще 30 миллионов тонн. Это будет у нас первые две очереди, где у нас будет 50 миллионов тонн. С дальнейшими увеличениями, конечно, которые мы надеемся, что дойдет до 90 миллионов тонн. И хотел сказать, что работать в крае приятно. Я считаю, что край один из самых перспективных, которые здесь есть в России. Развитие транспортной инфраструктуры, начиная с дорог, заканчивая морскими портами, имеет жизненно важное значение для Кубани, отметил губернатор. Это своего рода стимулятор экономики региона, которая сегодня во многом ориентирована на экспорт. На территории края работает 9 портов. И мы практически четвертую часть переваливаем всех международных грузов, транзитных грузов. И, конечно, доля в экономике, в бюджете нашего края порядка 20-25%. Это очень весомая. Конечно, мы должны использовать максимально нашу береговую линию, возможности наших морей, Черного, Азовского моря. Тем более проект здесь реализуется на Таманском полуострове. На Азове ничего подобного не строилось и в ближайшее время не предполагается. Поэтому все, что от нас зависит, на всех уровнях, этажах власти, мы будем, естественно, поддерживать этот проект, для нас он является приоритетом. В крае в последние 10 лет уделяется особое внимание модернизации транспортной инфраструктуры. Строят новые портовые комплексы, реконструируют существующие. И главными точками роста экономики как раз считаются Новороссийский транспортный узел и порты Таманского полуострова. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.